Ну что ж, дамы и господа, переходим с вами к финалу Венеров. Победитель этой серии поедет на мажор. Алиптик мейджор Андреем Лиги, который произойдет у нас уже после Нового года, 18 января. А пока дожили мы, докатились до того, что вот именно такой финал Венеров в Северной Америке. И Вилджиниус и Сен Айпи будут уже сразаться. Господи, сейчас я кофе глотну. Что-то сама заснуть успела за время этого перерыва. Извините, пожалуйста. Вот, все, я на месте. В общем, сразаться уже будут у нас с Ивилджиниусом и Найпи, не на смерти, а на живот, как говорится. И там будет решаться, кто из этих двух хотя бы в финал Лузеров попадет. То есть расклад такой. Здесь играется матч, победитель выходит сразу же на мажор, проигравший падает в финал Лузеров. Найпи и ЕГЭ играют завтра, по-моему, в 2 часа ночи по Москве. Вот что-то как-то здесь я теперь с таймингами побаиваюсь предрекать. И победитель этой пары будет играть с проигравшим вот этой парой, которую мы смотрим сейчас. То есть либо с Энви, либо с Хаусами у нас будет играть... Ну, я думаю, что ЕГЭ. Ну, то есть настолько легко ЕГЭ раскатали НИПО в групповой стадии, когда у них была личная встреча, что я в них не сомневаюсь. На самом деле я в них не сомневалась и в открывающем матче. Я рассчитывала, что здесь будут ЕГЭ. Но мне сказали, нет, нет, not this time. И спустя 3 карты, довольно потные, панды смогли взять свое. Ну и, в принципе, ответ логический. Тут, я думаю, проразмыслили Хаус, что 2 карты выиграли панды и 2 карты панды выиграли визажом. Давайте на всякий случай визажа уберем. И поэтому первый же бан именно этот персонаж. Помимо этого убрали 2 хардлейнеров. И будут дальше смотреть уже, что делать. Сынкинг взялся пандами. И Лина, помимо этого. В принципе, Лина, я думаю, здесь как обычно четверка. А вот насчет Сынкинга, ну, такими темпами он троек тогда. В принципе, ничего против этого не имею. Повидали мы разных Сынкингов. В основном троек как раз таки. И ничего такого особенного из этого не происходило. Не, тут на самом деле на выдумке как-то Этернал Энви слабоват. Ну, то есть много разных от него не было предложений. Только вот один момент. Одна вот эта карта максимально мемная с мипой и визажом. А потом дальше тоже визаж. То есть, ну, тут один визаж — это мало заготовок. Надо больше. Мне кажется, настало время расчехлять Кэрри Шэду Шамана. Я вот уже соскучилась по нему. Один раз это видела. Вообще, на самом деле, что здесь такое из типичного для Энви может появиться? Кэрри Бристлбэк. Как-то я его в этом патче вообще не видела. Марс — очень интересный герой, кстати. А его что-то не берут. Печально. Ну что, пока Хаосу взяли пак и Варлок. И, судя по нынешним реалиям, это будут два саппорта. Пак как-то у нас на корролях перестал играть. Хотя медовый пак тоже был. У нас вчера в одном из каких-то завершающих матчей групповой стадии. Сейчас даже чекну в каком. Да, это был Уэвил Джинниусус в первой карте против Новый Эскейп. И там пак против Темпларки стоял. Матумба все еще в Чаос. Не, он тысячу лет назад ушел, и сейчас он в составе Сикрет играет. Сикрет взяли себе на Матумбу на мид вместо Мидвана. Мидван по некоторым причинам. Ну, он по собственному желанию ушел из Сикрет. Почему он ушел, пока не ясно. Я думала, что это из-за того, что у него какие-то проблемы начались. Ему нужно было поехать домой, по сути. Но, по-моему, вот на этих же опенквалах он с кем-то там из своего региона уже собирался катать. Чем это кончилось, не помню, если честно. Но, в общем, перерыва ожидаемого в доте он не стал делать. Вот. И Матумбу взяли себе на кэрри позицию. Ниша пересел на мид номинально. И Хин у них стал тренером. Ну, да, Матумбу-Мэн. Теперь-то на мажоре катать будет. Составку Рокки. Нигма. Это же звезда. Он не отобрался. Они будут катать квал на минор. Ну, квал на минор совсем скоро. Я думаю, что Нигма этот минор не пройдет. То есть это будет не та команда, которая с первого места на миноре что-то там отвоюет. Хотя, бог его знает. Но они явно не в форме. Явно они не пришли в себя. Почему, не ясно. Может, у них по-прежнему не очень серьезное отношение к ДПС. Может, они еще хотят отдохнуть. Но, не знаю. В общем, что-то с ними не так. Могли просто еще не разыграться, не включиться, скажем так. Тем более, новый патч, там все дела. А ты и так в ДОТ-3 месяца не играл. Так еще это ДОТ-3 уже вышло. Такой стресс. Такой стресс. Никсосатин появляется. Ну, теперь у меня есть подозрение, что это может быть пак на мид. ТСНС вообще любители не таких персонажей, но Никс на тройке как-то мне не особо нравится. Хотя, это тоже, опять же, может быть Никс на тройке с паком вместе на линии. Разор от Пант. И это будет для Энви Разор. Мы его уже видели. И не раз, и не два. Хотя на мид его тоже можно будет поставить. Но это скорее зависит от того, что на миде мы увидим от хаосов. Они пока не показывали этого. Из этих трех персонажей. Ну, пак, разве что может быть мидером. Легионка. Против Рамзаса ее банили. Ну, инициатор. Когда ты играешь в таки с Разором, это очень удобно. Он выкачивает, демож ты бьешь. Все. Деможа какого-то больше в дуэльку из бюрста не особо хватает. Лина это, конечно, хорошо, но ее может не хватить. Хотя, и так сойдет. Ну, вообще, на самом деле, при таких обстоятельствах я бы Разора оставила бы на легкой линии и взяла бы какого-то прокастера на мид. Но можно, наоборот, Разора на мид поставить, будет такой само керри. И на керри позицию нормального керри взять. Ну, вот гирокоптер, в принципе, я думаю, к этой мысли тоже может подтолкнуть. Хотя, гирокоптер, вроде как его постоянно берут на керри позицию, но, на мой взгляд, он с многими хардкерами бы не особо бы спорил. Он не так силен с деможем с руки без всяких рапир. Но он комплексный персонаж, у него много чего есть помимо просто деможа с руки, поэтому он и хорош. Он универсал. Ну, и здесь под гирокоптера пак хорошо ложится варлок. То есть здесь прокаст по области очень хороший с ультимейтов. Напомню то, что варлок это еще и демож хороший через бонцы, фатал бонцы. Ну, и помимо этого, это стан через иммунитет к магии. Если легионка это делает в одиночку, то варлок это может сделать по всем. И это хорошо. Это кэрри варлок. Все. Учту. Сейчас посмотрим. На самом деле, вот не хватает что-то такого под завершение этого дня, типа кэрри варлока. Хотя, знаете, я когда услышала впервые про саппорта лайфстилера, я тоже смеялась. Потом не стало не смешно. Забанили вполне ожидаемо, в принципе, темпларку. Это у CCNC сигнатурка прям must have. В оптиках только на ней катал. Ну, вообще, в принципе, у нас темпларка у многих сигнатурка. Там Magical. У Брайл того же на самом-то деле тоже. Ну, Брайла там пул пошире немного, а вот CCNC, он же Квин, очень долгое время катал вовсе на одной темпларке. Ну, как-то выбрался из этого. В принципе, не он один, Magical, тоже выбрался. Так я так и сказала, Мадумба Кэрри не шумит. Возможно, я оговорилась, но сказать я хотела именно это, извините. Я уже не помню, что я сказала пять минут назад. Но CCNC решил играть на Death Profit. Да, вот на этом они выиграли прошлую карту. То есть все уже бросили это ДП, а он все равно не катает. Ну, что делать, прикипело к сердцу. Только, ну, там, мне кажется, Свен гораздо больше погоды сделал, чем ДП. Но силу ДП отменять не стоит. У нее ничего не изменилось в этом патче такого, что сделала бы ее плохим персонажем. Она все так же много деможа наносит с Ультимейте. С Ультимейта все так же. Она с Агонимом просто безумная, с этими духами летающими. И может сама себе обеспечить какой-никакой подсейв. А здесь вот с учетом того, что есть контроль по области, тот же Дримкойл, тот же Голем от Варлока. То есть здесь более чем можно разыграться с этим Ультимейтом. Ну и тогда пандам надо ставить Разора на Кэрри, на Мид ставить еще что-то темповое. Потому что ДП нельзя давать много фармить. Это все-таки Кэрри Сикер. Но Сикер тоже очень темповый на самом деле. Он шестой получает, уже подраться как-то может. Предметов ему много не надо, чтобы демож наносить. Ну и, видимо, Чаос очень быстро разобрались по персонажам. Это будет Хардлейн-пак по итогу. Шаманка Ридиджейна спешить хотела. Там они помнала, они какому-то катали уже. Вот я не помню, что это было, но я думаю, там уже это было не смешно. Задержка на стрим 5 минут. Ну, не знаю, как можно отнестись к пику панд. Но вот у Хаосов есть хорошие связочки. Вот действительно через ультимейты они могут очень хорошую массовую драку навязать. Они в соло могут неплохо пик-оффить. Тут контроль, ну, условно, подкопал Никс. Тычка с Виндетты, потом подкопал. Потом подойдет Гирокоптер и даст с Рокет Баража по лицу. Со стороны панд тут какие-то более разрозненные, что ли, персонажи. Ну, вот Легионка как-то с Разором они вместе могут убивать. Легионка с Линой может убивать. А так Легионка фиксирует. Сикера за каким-нибудь другим под раптурой бегает. И это все. Кто в лес, кто под дрова. Ну, а все равно это довольно опасные персонажи. То есть здесь мне трудно сказать. Сикера от Envy я не видела. Напоминаю то, что здесь играют те две команды, которые я, в принципе, не видела до сегодняшнего дня. Потому что они играли в параллельной группе. Той, которую мы с вами на стримах смотрели. И, ну, сложно. Сложный вопрос. Очень сложный. Медовый будет Разор. Тоже первый, которого я вижу от Брайла. Что-то как-то мне даже в прошлом патче не запомнилось, чтобы он на таком катал. Ну, и по-прежнему это первая карта Бесту 3 серии. За слот на мажор. Медовый победитель уже пойдет отдыхать. Может открывать шампанское. И отмечать. Даже если топ-16, то, по крайней мере, прорыв на этот мейджор. Ну, а проигравший будет еще целые сутки в неведении по поводу своей судьбы. Потому что будет еще играть в финал лозеров. Тоже за выход на мейджор. Так или иначе, проигравший в этих квалификациях, те, кто дошли до плей-оффа, они все будут отправляться играть квал на минор. И в квалах на минор уже расскажут, возможно, что они чисто случайно не смогли прорваться на мажор. Ну, вот есть герои. Почему так рано можно сказать разор? Есть такие герои, которым толком ничего не сделаешь. То есть есть, допустим, тумбларка. Ты можешь ее сколько угодно брать на первый пик, но это означает, что в любой момент у тебя противник, если ты не забанишь, конечно, возьмет какого-нибудь хускара, и твоя тумбларка будет на миде все чувствовать себя как полный ужас. Или, ну, что-нибудь такого рода. То есть есть герои, которых можно очень легко законтрить и открывать их рано. Есть герои, которых легко законтрить, но их 100% забанят потом, поэтому их лучше взять побыстрее. А есть герои, которым пофиг, на какой стадии их берут. Зависит от твоих приоритетов. Может даже бывает, что этого героя можно законтрить, но тебе пофиг, что его законтрят. Ну, вот именно пиком. Да и взять контрпик героя, это даже не полдела. Очень сильно решает потом все остальное, что про игре происходит. В плане макро. И микро тоже, кстати. Ну что ж, хаосы взяли 3 рбаунти руны. Пандам досталась только одна. Неприятно, конечно, но не фатально. Ну что, подкоп. Пошли. Нападает на Евару. Евару очень больно. И тут трипла получилась у нас такая на триплу в харде. И Энви. Ну, действительно, по сути, здесь такая трипла получается для Энви, что повоевать он может более чем. Ну, а пак в Селеновом на харде получится очень много экспы. Убивать легионка его не должна. До шестого уж точно. Дальше уж как получится. Поэтому стоит он спокойно. А здесь через два стана Энви может убивать. Но то же самое касается и, в принципе, Евара. У них два стана на три человека. Варлок очень серьезно через фаталбанцы может помочь по демиджу. И вот тебе и раз. Но все равно трипла как-то от панд поагрессивнее смотрится на первый взгляд. Квин. Да, он теряет демидж от Разору и его статик линка. Но, по идее, добивать крипов все равно через сворму сможет. МСС. Очень больно ему. Энви не дали добраться и забрать. СВД подстопил немного. Ну, в целом, пока они фармят, ничего такого особенного не происходит. Да, игра обещает быть томной. Поначалу. Ну, за топом наблюдать больше всего смысла есть. Здесь трипла на Теплу. Здесь более очевидно будут какие-то драки происходить. На остальных линиях особо не подерешься нечем. Хотя вот тут я вижу то, что Квин уже погибать готов. Но Брайл не смог дать последнюю тычку. Но ДП теперь вынужден фласку нести. Курьер там ползет к ней. Ну, рано или поздно доползет. Причем без фласки, а только с тангусами. Неприятно. Ну, я опять просил по ХП Евар. Есть последний свой реген. Привез уже новый. Ну, и СВД попытается ему помочь Шэдоу Вордом как сможет. Но, к сожалению, он в трипле ХП плохо набирается. И поэтому первый Шэдоу Ворд это все, что он может сделать. Духи БКБ бьют, да. Духи бьют БКБ, потому что это физический дэмэдж. Любой физический дэмэдж бьет БКБ. Хотя, может, я сейчас рассказала и забыла про какую-нибудь способность. Хотя сейчас все, что бьет через БКБ, все наносит урон. Раньше это было не всегда так. Раньше какая-то способность могла условно дать стан, но не дать дэмэдж через БКБ. Сейчас механика изменилась и все дает дэмэдж через БКБ, что в принципе проходит через БКБ. И вот как раз у Розора тоже физический дэмэдж с ульты. И он тоже ею проходит через БКБ. Ну, вот как раз Розор, он хорош как в целом герой, который любит собирать Блокинбар для собственной защиты. Потому что, кстати, Клинк тоже через иммунитет магии проходит. И не развесь же. Так, там беготня какая-то начинается. Ну, это так, видимо. Просто поразвлекаться. Пак хочет брать себе урбов вином. Подорожал он. 300 золота это конская цена, конечно, за эту штуку. Так, СВЖ подкопали. Энви дал Сайленс. Много урон получил, конечно, но опять от этого толку не так много. И такими темпами мы будем здесь довольствоваться очень поздним ферсбладом. Господи. Первая кровь. Да, я все это время ждала ее, чтобы ее пропустить. Ну, конечно. Квин делает соло фраг. Ему повезло на дабл дэмэдж. И это помогло ему сделать убийство. И благодаря этому он вырвался по экспе на полу уровня. И теперь может еще и дать Розору показать, что такое стоять против него. Ну, а пока баунти руны сейчас будут. И вот заварушка за них может тоже начаться. Хотя... Сейчас попахивают тремя рунами от панд. Виндетта небольшая. Да, забрали три руны. Хаосы смогли только одну отвоевать. Ну, как-то они сами подзабили. Не захотели руны брать. Ну, и будем ждать нейтральных предметов. Давайте посмотрим, что по общей ценности. На первом месте МДП с ее соло фрагом. Ну, это понятно, что надо было вырываться. Ну, и в принципе у нас закончилась Ленинг стадия тем, что Розору подпроиграл МИД. Не фатально, конечно, но неприятно. В том числе и по золоту. У Сикера все сложилось немного лучше, чем у Гирокоптера. Гирокоптер тоже в случае чего в лес пойдет, вынесет. То же самое касается и Сикера. Они там дофармятся оба. Ну, и Легионка очень хорошо чувствует себя тоже в харде. Немного отстал по золоту пак. Ну, будет дискорд на полминутка позже. Хаос с мертвыми Непами еле справились. Ну, Непы не такие мертвые. Не знаю, почему вы их так даунрейтите. Хотя, на мой взгляд, не отобраться на мажор в первой квалификации, которую все скипают из Европы кто только можно. Это действительно нужно быть мертворожденным. Энви. Минус половина хп. Есть Сайленс. Ауи. Поможет ли чем? Задубочка есть. Евар очень много хп имеет, еще и по шедоу ворду. Ну, и, видимо, Мунминдеру придется здесь помирать. Он стики прожимает. Жив пока, но последняя тычка от Евара. Он ставит все точки нады. И он погибает. Ну, задержался в песках. Мог бы с раньше там пойти откопаться. Но забил на это дело. Так, Разор решил рейндропы брать. Ну, пригодится против ДП. О, ДП уже шестой есть. Даже почти седьмой. Ну, и два фрага от Хаоса. Это пока все, что мы увидели вообще за эту игру. Ну, сейчас с нейтральными предметами будет немного поведнее. В целом, я думаю, что панды были бы не против откопать ведьмину палку. Сикеру она пригодилась бы. Ну, а Хаосом какой здесь такой более желанный предмет был бы. Сота, наверное. Какая-нибудь лопата. Кстати, тут пришел Квинн, навестил Легионку. И Легионка сказала спасибо за визит. И вот седьмая минута. Сейчас будут копать. Но пока у нас, видимо, то, что пошла атака. Видимо, будут искать Квина, который возвращается на мид. Но тут был скан. И уже всю эту кампанию пропалили. МСС успел сделать телепорт даже. И Мунминдер, кажется, из-за этого будет в проблемах теперь. Надо прожимать ультимейт Квинном. Четыре стика. Но он пока не торопится это делать. Просто нажимается перед сифоной. Продолжает пытаться отхилиться и уйти. Ну, не знаю. Мне кажется, он мог бы продолжать драться. Но попытка уйти не уменьшалась успехом. МСС тоже может погибнуть. Очень много урона Брайл уже успел накачать. Но смог упал Си. Смог упал Си. И ДМ тоже уже предпочитает не подставляться. Тем временем Герокоптера начинает мучить Энви. Да, ставили Герокоптера саппорты. И поэтому сникинг. Ну, я так понимаю, что он использовал дуэльку, видимо, в начале этого файта с Герокоптером. Но по каким-то причинам не смог ее выиграть. Ну, ладно. Видимо, то, что фанды дали ответ. И у нас две желешки появляются уже у команды. И хаос и ФП. И это хорошо. По таймингам. Регена добавят коры себе. Тут, кстати, у легенки проблемы с небольшие были. Но Энви все решает. Поэтому прикрывал тыл. И не давал всяким хаосом сделать фраги. Помимо желешек, вроде как ничего не копали. Еще. Но это устраивает эту и другую команду. Стоит только проиграть, и ты проиграл. Вот именно. Правда же ж? МСС минус половина хп. Уйти не уйдет. Сделать ничего не сделает. Потому что Карапаса уже потратил. Ну вот и начинается душка от Панта. Они должны душить с таким пиком сейчас по кулдауну ультимейта от Разора. И желательно по кулдауну ультимейта от Энви. Но Энви пока этот ультимейт еще не заработал. Ну ладно, сейчас 10 минута. Ванпосту, я думаю, даже до ванпосту он успеет 6-ой получить. И там уже можно будет подраться. Но с появлением Раптуры можно будет очень сочный файт навязать. Пока Разора забирают. МСС минус 7 получил фраг. Ауи пытается стан выдать. По квину попадает. Но мне кажется, это он только зря сделал. Но развлекает немного. Заставляет его оставаться на месте. Но с другой стороны, пока он не уходит, домашится тирадин вышкой. В общем, он как-то просто просаживает его по хп. Хотя духи все равно отхилят сейчас. В общем, какой странный муф, ну ладно. В принципе, ничего не фатального в том, что он откинул стан. Сейчас не было. Ну и настало время у аванпостов разбираться. В целом, мы уже разобрались. Судя по всему, он миндер будет захватывать верхний, а нижний пока заберет Невар. И каждому достанется экспа. Шмот из леса решает игры. Ну не сказать, что он прям так сильно решает. Вот тир-5 шмотки решают. Там действительно какие-то они больные сами по себе. Но до тир-5 шмоток ни одна еще официальная игра, по-моему, не доходила. О, палка. Отлично. Надо теперь это Разору отнести до Блатсикера и отдать ему. Ну в целом и Легионке можно, но она, в принципе, все равно не ее. Лучше Скайсикер возьмет. Шмотки тир-1 и тир-2, они, ну, не так... Не сказать, что они что-то такое имбовое прям дают. Вот тир-3 тут есть уже интересные. Типа Сливера или Майнбрейкера. То есть тут уже шмотки такие вот хорошие. Там шлеман Денго. А вот дальше тир-3, за все то время, которое я смотрю квалы, игра зашла один раз. А тир-3 это 45... 40 минут. Что я сказала, 45 минут. 40 минут. И, по-моему, даже там, когда вот у нас четвертый разряд пошел, там даже толком нафармить ничего не успели из этих предметов. Ну ладно, в общем, факт наличия этих предметов есть. И они действительно, скорее всего, будут перерабатываться. Но пока они сделали игру веселее. Но не сказать, что вот прям что-то такое бывало, что эти предметы они зарешали. Да, я не знаю, что-то меня разморило как-то в этот перерыв. Хотя я пыталась, наоборот, не ложиться, входить, прыгать, чтобы не заснуть. Значит, как-то силы меня покидают. Пять утра почти по Москве без десяти. Да, что-то как-то быстро время летит. Что-то случилось. Ну и никто не знает, что. Понятно. Знаешь, шмотки, что ли, по чекам. Тут Пурман Шилл накопал. Ну, как обычно, положить его некуда. Хотя, ну да, пускай лучше она с ним ходит. Тут у нас палку выкапывали. Лина с базилкой, легионка с ничем. Разборки. Да, по шмоткам, конечно, маловато выходит. Ну, хотя, в принципе, чего ожидать на одиннадцатой минуте. Каких-то идей, что ли, намеков на то, что будет дальше. Ну, секер, у него пока барабаны, и все. Не особо амбициозно, конечно. О, ДП, как обычный Юл. Потом Аганим, скорее всего. Хотя Аганим в прошлой игре был довольно поздний. У Квина. Он Миндер? Да, еще раз подошел Квин. Еще минус ХП получил. Но это он довольно нагло. Стики нажал. Что-то, мне кажется, большего эффекта от этих стиков ожидал. Но получилось, как получилось. А получилось не очень. Ты один ушка почти снесли там. Надо было постараться. И внизу желательно тоже поработать хаосом. Курман Шилл теперь для Энви. Но это тоже для него гораздо полезнее штука, чем для ДП. ДВК. У него голем есть. Экзорцизм. У ДП есть. И Пак с Дримкуэлом. А драка где? А драки пока не будет. Все занято своими царскими делами. И ФП пока решили нести центральный коридор. Ну, да, один ушку-то они донесут в целом-то. Я думаю, что можно было бы это уже сделать. Но пока попаиваются. Оставили вышку в кондиции, где ее нельзя задонать. Но вроде как она еще не добита. Другой раз доедят как-нибудь. Квин пока внизу несет в одиночку. Ну да, надо бы это делать. А вон пост все-таки скоро. Экспу начнет давать. Скоро 15-ая минута. Но Квин решил что-то драть от такого. Свидануть немного. Задержался на линии. Но нет, все-таки выжил. СВД сюда подошел. Тэпнулся как раз-таки. И помог своему мидеру. Ну, теперь будут разворачиваться. Еще бой давать. Надо вышку донести срочно. Иначе они останутся без вонпоста. Герокоптер 9-ый левел. Тоже решил присоединиться к драке. Ну и хаосы. Видимо, то что Аой забирают. Ну, а тут задержался как-то. Все остальные уже давно сменили направление. Они забрали Т1 вышку на миде. И все равно по вышкам остались в плюсе. Они-то уже с Т1 разобрались. Даже Т2 уже Снекинг решил подбивать. Но это нагло, конечно, с его стороны. Но Явар не из тех, кто за это не прощает. Он добрый парень. Ну и что ж. Хаосы забирают Т1. 15-ая минута скоро. А это значит, что скоро еще и Т2 шмотки подъедут. Так, тут мы уже все видели. А вот хаосы третью шмотку еще не нашли. Шлем андайнга лежает очень сильно. Но не знаю. На самом деле я не видела пока еще таких моментов, где я шлем андайнга перевернул. Дэм. Я понимаю, просто эта история шлема андайнга, она идет из шашек. Авточес, как они там назывались-то уже. Андерлордс. Там тоже был шлем андайнга. И все орали, что это имбища. Уберите это, пожалуйста. В итоге переносили эту шмотку на сир повыше. И это не помогло. Все равно все говорили имбища. Уберите это, пожалуйста. Снэйкинг не смог забрать рунку, но аванпост забрал. По итогу силы света получили. Экспуа силы тьмы ничего не получили. И тут у нас падает голем. Снэйкинг не погиб, но работают пока еще. Чайны, возможно, получится через них забрать. Ауи откидывает ультимейт. И Мунминдера забрать тоже не получилось. Но как-то здесь все скинули, ничего не забрали. Хаос как-то совсем не получилось. И вот вошли нейтральные предметы второго разряда. Ауи попался. Дримкойл есть. Уже посмертный для Ауи. И Т1-ушку здесь тоже надо будет забирать. Ну, ладно. В целом, если бы получили экспуза в анпост, а не так, как это получилось, было бы неплохо. Но они что по рункам-то забрали? Ну, по рункам тоже только две. И кто у нас там это яблоко-то откопал? Сила света? Да, сила света. Ну, яблоко, оно и есть яблоко, в принципе. Как всегда, должно доставаться кому-то из саппортов обычно. Ну, и здесь, может, и кором оставят. Опять же, укрепиться какому-нибудь разору не помешает, если слот есть. Но пока сикер таскает. Ну, сикеру лишь бы все шмотки с собой потаскать. Вамбрейс, тоже для панд. Ну, вот тоже разору можно докупить себе в рейсбэнд и поставить. Смот из леса решает, которые... Слезы, которые раньше разворачивались, когда на сороковой минуте саппорты бегали с тапком, с тиком и парой вардов. Ну, здесь даже дело-то не столько в нейтральных шмотках, что саппорты теперь не такие, а в том, что еще и варды бесплатные. А из всех предметов на поддержку, которые ты покупаешь, то есть там еще всякие смоки, глазочки для кэри, что там еще? Там дастики, печеньки, чипсики. И это все, оно не так много стоило по сравнению с вардами. Варды — это действительно просто колоссальная статья расхода была для саппорта. Особенно, если нужно было играть на ММРе немного повыше, где еще и девардят, и тебе нужно что-то с этим делать. Особенно, если противодевающий какой-нибудь инвизор, который этим жизнь сильно портит. И тогда, да, тогда вот эти вот истории прохладные, про то, что у тебя на сороковой минуте тапок и стик, это было больно. Вот, а теперь, да, во-первых, ты обмажешься нейтральными предметами, которые тебе уже с барского плеча коры отдадут. А во-вторых, кстати, Драгонскейл — очень хороший предмет. Вот это реально, мне кажется, один из лучших предметов второго разряда — это Драгонскейл, с его поджогом. А Мамбрейс, Драгонскейл и вот лук с вампирскими. Фэнкс. Так, тут ау, и пока подцепили. Что-то как-то прям дэм вообще Драгонскейл не жалеет, уже второй раз подряд хитит Ауи именно этим тплом. Ну ладно, и без него ультимейтов хватает. Но как-то под големчика хотелось бы приятнее кинуть. 7 минут задержка. Не 7 минут, 5 минут задержка. Я просто в чате читаю с опозданием немного. Ну, то есть я альта буй не на постоянной основе. Так, и свежей. Минус половина хп, снэкинг здесь дуэль не успеет забрать, но забирает Брайл самого свежее. Ну, фраг. Есть фраг. Что-то с дуэлями по-моему вообще в легенки не идет, да? Да. За 18 минут ни одной взятой. Вот и лук появляется для хаосов. Его квин откопал. Ну, его можно отдать просто герокоптеру и вообще не раздумывать. Вот интересное просто свойство всех шмоток, которые есть, ну, не всех, большая часть из шмоток, которые есть в нейтральных, скажем так, складах, это то, что они тебя не просто бустят, а еще и дебустят по какому-то параметру. Там, мол, дают атаку, но убирают скорость атаки. Там, дают броню, но убирают скорость атаки. Что там еще есть? Дают хп, отбирают ману. И тебе приходится делать выбор. Иногда этот выбор становится очень-очень сложен. О, еще палочку откопали. Ну, вот здесь на самом деле особо-то и некому пристроить из всех. То есть в команде один миличник это Никс и ему с палкой таскаться как-то не Камильфо. Ну, ладно, в принципе. Виндетту тоже он как-то может покрасочнее дать с рейнджом. Так, хороший саленс. Отличный саленс был вам. Как сейчас себя Квинта спас. А мог бы в дуэль попасть. На самом деле, скорее всего, эта дуэль была бы паунсом в окно от легенки. Но все равно даже нажать не дали. Читают. Так, он не падает зеркальный шмот балансирует. И вот прям обоих итемов нет. Тебе выпал такой, мне другой. На самом деле, просто у меня такое ощущение складывается, что какие-то предметы падают очевидно чаще, чем другие. Манговое дерево, допустим, падает гораздо реже, чем вот ведьмина палка. Киноптик падает гораздо реже, чем ведьмина палка. Ну, там, не знаю. Ну, то есть, какие-то предметы, они очевидно появляются реже. Допустим, аквилу я вижу, наверное, в одной игре это какой-то псевдорандом, потому что в одни дни ты у тебя все яблоками осыпает, в другой день у тебя постоянно там имп-клоу падает и прочее. То есть, там какой-то закономерности нет особенной, но да, под твой пик нейтральные шмотки не подстроятся. Тебе выдадут то, что ты должен будешь есть вне зависимости от того, что ты взял. Ну, что ж, есть смоук от ФП. Еще попытка номер 2 с Раптурой и дуэлька поиграть. Вамбрейс для хаос. Ну, у них ДП уже, по-моему, как раз в прошлый раз ходила с Вамбрейсом из двух брассеров, но тут, я думаю, лучше Герокоптеру это отдать. Ему статы как-то понужнее. Ну, что там? Ну, врывались от Снейкинга очередной. В этот раз помимо Салинса его обмазали станом. МСС тут, я так понимаю, не успеют убить. Да, он улетел. Все. Dead inside. Да, если бы Зеркальный шмот падал, это было бы наоборот, мне кажется, несправедливо, потому что при одном пике там, допустим, тебе очень нужен Кеноптик, при другом пике тебе вообще бесполезно. При одном пике тебе нужен лук, а при другом пике у тебя все пять миличников и тебе вообще плевать на этот лук. То есть, на деле, я думаю, что это не имеет такого значения. Ну, ладно, на самом деле, это действительно, то есть, я не помню, что я интервью читала, мипошки, по-моему, о том, что народ оверрейтит рандом из этих шмоток, они так много не дают, что прям обораться. Ну, я тоже уверена, что тиры три первые, они, ну, не такие уже мощные, хотя вот третий серф там еще что-то есть. Так, аганимчик уже есть у Квина. Ну, все, пошла жара. Ну, что, все, смаки кончились, я так понимаю. Они так ничего не езнули. Каждый раз, когда они пытаются выйти, хаос уходит на хайграунд, и все. Игра, которая длится вечности, на которой ничего не происходит. Такие игры, они сами печальные. Как тут. Мы смотрели, где игры. в групповой стадии мажора. И там, казалось бы, игры шли там, черт, сколько времени, но при этом там экшен постоянно был. Там даже команды от Рошана к Рошану не сидели. Они дрались не только перед Рошаном, но и между. Там какие-то замесы были. Там реально экшен постоянно был. А здесь даже за Рошану никто не борется, но все равно все сидят и ждут. Ну, 20-ая минута прошла, на ванпосты по одному у каждой команды. Вот это все равенство, там прочее. Ох, да, герокоптер взял себе вамрейс, взял себе граубол, и он ходит с видебной палкой. Не знаю, почему она не отдаст. Но все равно вот это тоже не первый раз замечаю. Мне тоже кажется, что это дело в том, что игроки еще не привыкли к тому, что они носят предметы, которые легко может кто-то забрать и поиметь с этого больше, чем ты, когда носишь их у себя в бэкпэке. Ну вот, что-то держишь-то там. И вот все время я смотрела, ну вот тоже на прошлых картах мы это видели, там с каким-нибудь мемпарфэнгом ходит 20 минут в бэкпэке, а там у него саппорт, дизраптор безо всего сидит. Но он же тоже может отожраться с ультимейт, почему-то нет. Так, снейкинг выходит, опять сайленс, опять стан, опять ушел. Бедный снейкинг, я просто ему поиграть не даю. Брайл, минус половина хп, но очень больно ему и в БКБ не помогло ни в коем образом. Вот как тебе и 10 секундочка. Да? Да, 10 секундочка. Снейкинг погибает, ну вот и достойный конец его приключений. Бедный снейкинг. Я просто каждый файт хочу смотреть, как у него складывается. Он когда-нибудь заинициирует его? МСС. Монминдр, сайленс получил, на карапаса пьемав, и Энви решил ворваться в бой. Монминдр был еще жив, сейчас только погибает. Ивару не получается сбить Телефорт, поэтому он просто улетает, но Квина зато здесь не отпустит, и это будет первый минус. Но он еще время тянет, но все равно минус оформили. Тем не менее, драка однозначно в пользу команды Хаос, потому что они выбили два байбека, но Этернал Энви и его компания, пользуясь таким преимуществом, пойдет и разобьет лицо Рошана. Что-то как-то, я не понимаю, мгод удаляет какие-то рандомные сообщения, мне их очень трудно прочитать, потому что я их хоть и вижу, они зачеркнуты, хотя там все адекватно было написано. Брайла забирают, Рошан по-прежнему-то стоит, а у Брайла байбека нет. И Брайл посидит в таверне 80 секунд. Здравствуйте, и Лего вместе с ним. Дальше Энви тоже врывается с ультимейта, с Декорпиона очень хорошо, но забрать Ивара так и не получилось, он остался жив. Ивар выжил, там буквально у него ХП-30 оставалось. Ну как же так, минус 5, стим вайб. Тут на самом деле можно на месте панк ГГ писать, в них просто все не прет. Но это, конечно, не вина доты, это скорее их вина. Но обстоятельства складываются все время невыгодно для них. Ну что ж, тут, кстати, у нас Орбов а да-да-да, тут же у нас уже три шмотки начали падать. Давайте-ка чекнем. Так, а тут все, это единственная три шмотка. Ну ладно, Арбата Карба. Ну что, пока есть Аегис, можно попушить. Квин готов. У него тем более уже Аганим залежался. У нас Аганимы можно особо-то и не париться и запушить. Три минуты до следующего тика ванпостов. Ну, они могут сейчас посносить внешние вышки, просто не дать ФП возможности их отвоевать. Такой серандом присматривал среднюю игру и обеих команд в одну и ту же секунду выбили одну и ту же шмотку в серии 3, не помню название. Да, вот все время одну и ту же плюс-минус убивают. Вот, драгонскейл тоже, он выпадает гораздо чаще, чем аквила. Вот аквилу почему-то я очень редко вижу. Не сказать, что это какой-то имбопредмет, но статов много дает, там все это хорошо, классно, конечно, но не знаю. То есть я не понимаю немного этого момента. Вот я за все это время, которое в патч вышел, с учетом того, что я с тех пор дотокаменчу по несколько каток в день, я видела раза 3, наверное, или 4. Ну, за каток, наверное, если округлить, 40. Да даже побольше, наверное. Я только за эти 2 дня 20 посмотрела. Ну да, где-то каток за 40-50. Ну что ж, Брайл Квикинг Чарм находит себе, но это круто, на самом деле, тут много кто-то хотел бы его себе оставить, но в итоге оставляет Разору. Ну, всем хотелось бы откат способности уменьшить, но Разор будет немного почаще, возможно, с ультимейтом врываться. Титан Сливер для Хаоса. Это тебе, скорее всего, оставит Геррокоптера, но ему придется что-то выложить. На самом деле, у него тут виси все в нейтральных шмотках, вот не знаю, что ему мешает отдать, ну, хотя бы этого в Румхэндл, там же не только рейндж дается, и то этот рейндж для Мелечников. Внутри к броне хоть, ну, не знаю. Ну, ладно. Я уже немного разочаровываюсь в таких моментах. Брайла нашли, убили, и снова он ничего не успел сделать. Как же он быстро просто рассыпается. Как же он часто умирает. Но здесь кто же знал, что тебя вокруг твоего же шрайна так возьмут и примут. Аванпост отвоевали 40 секунд до капы экспы. Возможно, зависит от региона, где какие-то шмотки. Не, я думаю, что это совпадение. Ну, или другой вариант, что в какой-то день дроп каких-то шмоток повышен, но я думаю, что если бы так вал вы делали, они бы об этом сообщили. Такую штуку нет смысла скрывать. Так, Сливер для панд выпал, но здесь, я думаю, анвиточного себе возьмут. У него еще и паладинский меч. Рунки разобрали, аванпост не успели перехватить, поэтому только силы сьмы получили экспу. Да, что-то тут они запоздали, видимо. О, вон Миндер. Что, как иванпост? 8000 преимущества есть, а Егис там вроде как еще не был потерян. Да, у Герокоптера он. Надо реализовывать, правда, до конца Егиса минута времени, поэтому прям быстро надо на хайграунд заходить, но тут какая-то заварушка ДМ ее устраивает. Ну что ж, если его сейчас не убьют с дуэлью, через два ультимейта. Но им сейчас дефаться нечем будет на самом деле. Дем может байбэк нас вернуться, а вот эпицентра уже не вернуть. Хотя тут, судя по всему, никакой не будет атаки от хаосов, так что просто закончится Аегис. И хаоса нашли зачарованный лук. Да и тоже, в принципе, ну, разве что кирокоптеру потаскать. Хотя, в целом, то можно и ДП дать, эту тычку-то она даст. Магическим уроном. Ни разу ни одного пашишмотка не разрешала игру. Кэри, нет места под шлемом. что какая-то словно венга бегает со шлема, толку нет. Да, я согласна. Ну, то есть, я действительно согласна. Очень много зависит, в принципе, от тайминга, в какую-то шмотку выбил. То есть, там, условно, та же самая желешка, ты выбил ее на седьмой минуте, или там, уже ближе к пятнадцатой. Это две большие разницы, как говорится. И то, все равно, вот эти шмотки, они актуальны, там, буквально, ну, пару минуток отчасти, а некоторые никогда. То есть, вот у нас здесь есть огромное количество убитых шмоток, но половину туда даже некуда пихнуть. Ну, условно, герокоптер, мне кажется, все эти свои шмотки мог раздать. Вот этот турбов дистакшн третьего разряда предмет, и он дает очень хороший даже баф для команды, ну, не баф, перг для команды, скажем так. Но он держит его у себя, и он лежит. Хотя, на самом деле, у меня даже в какой-то момент возникло подозрение, что они могут работать даже в бэкпаке, но, мне кажется, это какой-то идиотизм был бы. Не может ничего так работать. Но если вдруг окажется, что я ошибаюсь и все это время зря она это все так вайнила, то вы мне скажите, я действительно могу ошибаться. Миллионы мух не могут ошибаться. Тут все держат эти предметы в рандомных местах. Кстати, он ДП с яблочком ходит. Так, ну что ж, Мунминдер в стан полетел с голема от Варлока. Ну, Варлок с своим големом. Сейчас Энвита может в одиночку и придушить. Да, Энви погибает. Это уже минус 2 в исполнении хаоса. В Брайл тоже далеко не уйдет. ДМ и Куин окружают и выбраться ему просто некуда банально. Там еще тем более лужа была закастована и Легионка где-то погибает. Но Легионка вот раз даже не пыталась навязать этот файт. Это сами хаосы зашли. Ну вот, закончился Айеги. Сразу дело пошло. Ауи 2000 ДМ ДМ забрали через дуэльку. Минус пошел. Не знаю, насколько это сильно устрашивает хаосов. Но, видимо, достаточно сильно, чтобы отступить. На самом деле, 3 байбэка это более чем весом аргумент, чтобы отойти. Это все, это все выбитые байбэки, скорее всего, потому что там вряд ли такая пить... Нет, все-таки есть один байбэк у них на линии. Но вы понимаете, что байбэк на линии это не то. А вот смерть у Энви после байбэка это другое. И это означает, скорее всего, уже проигранную игру. Энви и его кампании. Ну да, теперь уже точно, на самом деле. ГГБП пишет Ауи и соглашается команда с поражением. Последний врыв от Мунминдера, тоже паунт в окно. И заканчивается на 33-й минуте наша карточка победы команды Хаос Эспортс. Ну и что ж, на самом деле, такими темпами Хаосу действительно могут претендовать на первый слот от североамериканского региона. Очень сильную дотку показывают и душа радуется на них смотреть. Будем надеяться, что если они пройдут все-таки, то они нас будут радовать и на самом мажоре. Но пока это только первая карта, впереди еще как минимум одна, а то и больше. И это финал Венеров. Победитель проходит на мажор, проигравший падает в финал Лузеров. Так что нам остается только подождать. Я так думаю, а вот уже появилась инфа. Да, ровно 15 минут перерыва. В 5.30 по Москве будет стартовать следующая катка. И мы будем уже наблюдать, покажет ли нам что-то Этернал Энви в плей-оффе или нет. Но видим пока то, что визажа нет и побед тоже нет.